Привет всем! Сегодня мы поговорим о мечте. Посмотрите это видео до конца, думаю, будет вам реально интересно. Расскажу вам историю со своей жизнью. Итак, что вы видите перед собой? Это две картинки. Это мои мечты. Этим картинкам уже где-то три года. Вот, когда я их себе распечатал, ну да, они такие немного примитивные, вот так я видел богатство еще три года назад. И очень хотел разбогатеть. Нереально мечтал об этом. И вот распечатывал такие картинки, вешал себе на стенку, распечатывал деньги. Еще даже в Харькове я себе на черно-белом принтере мы с любимым распечатали деньги, сидели, помню, целую ночь вырезали их. И я себе их расклеил по целому дому. Это была визуализация. То есть, была визуализация. И теперь все это у меня есть. Прошло где-то три года. И все это у меня есть. Теперь у меня есть дорогие часы, о которых я мечтал. То есть, это все, я вам скажу, так работает. Также есть украшения. Ну и самое главное, это деньги. Вот. Вот те деньги, что были на картинке, теперь они вот. Прошло три года. Теперь вот эти деньги. Что я вам хочу сказать, народ? Мечтайте. Мечтайте, еще раз мечтайте. Потому что, все начинается с мечты. Да, меня не понимали, некоторые смеялись, говорили, да все это бред. Может быть, для них это и бред, потому что они в это не верили. Я безумно в это верил. Я смотрел всякие мотивационные фильмы. Посмотрите фильм «Секрет». Вот все начиналось у меня с фильма «Секрет». С этих картинок. Я себе мечтал, наклеивал. Блин, реально всего добился. Вот такая у меня еще была картинка. Она у меня висела в общежитии еще. Тогда я начинал заниматься Ютубом. Что здесь написано? Здесь написано, видите, она уже, вот она висела у меня на стенке, она уже выгорела. Здесь написано два основных правила. Если вы эти правила будете исполнять, вы станете богаты. Потому что без этих двух правил вы никогда не станете богатым. Это нужно делать то, что нравится и давать ценность людям. Ну, давайте возьмем мой пример. Я делаю то, что нравится. Мне очень нравится моя работа. И даю ценность, помогая людям. Учу людей. Очень многие мне благодарны. Многие добились успеха благодаря моим советам. И давайте возьмем пример плотника. Столяра-плотника, который, например, работает в столярке, делает изделия какие-то из дерева. Оно ему вообще не нравится, не хочет ходить на эту работу. Но есть ценность. Людям нужны изделия из дерева, нужны там двери, столы. Ценность есть, но это ему не нравится. Все, он не будет зарабатывать денег. Но это, грубо говоря, такой пример. И давайте наоборот. Человек делает то, что нравится. Не знаю, что может нравиться. Бухает человек. Но ценности это, например, никакой не приносит. Если, конечно же, он не дегустатор. Ну, я вот так вот, грубо говоря, привел примеры. Я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю. Вот эти вот все правила, это все у меня висело на стенке. Еще у меня куча висела плакатов. Пока эти мечты еще не сбылись. Но я в них верю. Что я вам хочу сказать? Хочу сказать следующее. Никогда не смейтесь над чужими мечтами. Потому что люди, когда смеются над чужими мечтами, они не верят в собственные мечты. И вот их мечты никогда не сбудутся, если они не будут верить в собственные мечты и будут смеяться над чужими мечтами. Хочу вам рассказать такую историю, что когда я вот учился еще в универе, знаете, о чем я мечтал? У меня не было даже телефона нормального. У меня была Nokia. Цветная Nokia, но там даже не было MP3. И у меня не было даже наушников. Я мечтал, когда ехал на учебу, помню, в электричке, о наушниках и о телефоне. Вот все, что мне тогда было нужно. Я вот ехал и завидовал. Вот тем ребятам, которые ехали со мной на учебу, они все в наушниках, там в телефонах, играли в какие-то игры. А вот у меня этого не было. Ну и теперь у меня есть дорогой телефон, наушники. Все это уже, конечно же, у меня есть. То есть вот такие были у меня мечты. Ну знаете что? Мечты мечтами, но без веры этого никогда не добиться. Потому что вот, когда я вот развешивал эти плакаты, у меня целый год ничего не было. Вот эти плакаты висели. Я думал, ну когда? Когда уже добьюсь этих денег? Вот эти черно-белые деньги, распечатанные, висели у меня по всей квартире. И не было результата. Вот главное тогда не сдаться. Главное идти, идти до конца. Ну просто я вам уже говорил, смысла сдаваться нету. Потому что если я сдамся, я знаю, что меня ждет. Там уже путь определен. Здесь вот я не знал, что меня ждет. Либо я верю, либо я иду на обычную работу. То есть я продолжал верить. И скажу вам еще одно. Никогда не слушайте людей, которые говорят, будто вы чего-то не добьетесь. Никогда не слушайте таких людей. Особенно не слушайте своих друзей и своих родителей. Родителей винить нельзя, потому что они выросли в таком воспитании. Вы вот всех послушали, но надейтесь на себя, мечтайте, верьте, никогда не сдавайтесь, и все обязательно у вас получится. И вот эти вот картинки, эта фишка называется визуализацией, она реально работает. То есть я проверил это на себе. Но главное в это верить. Еще раз повторюсь, главное сильно верить. Вот мечтайте, что вы будете богаты, и вы будете богаты. Верьте в это, что вы всего добьетесь, и вы всего добьетесь. По-другому просто никак. Я через все это прошел, и я знаю, о чем я говорю. Поверьте мне. Так что пусть сбудутся все ваши мечты. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok